Комитет государственной безопасности в системе органов обеспечения безопасности нашего государства занимает особое место. Мы выполняем задачи, которые ставятся нам главой государства, исходя из оперативной обстановки. Поэтому сегодня как раз состоялся такой разговор с руководством и оперативным составом органов КГБ, ключевых подразделений, где были конкретизированы задачи, которые определил глава государства с учетом складывающейся обстановки. Мы такая организация, которая постоянно, как мы говорим, находимся в боевой ситуации. Мы где-то прогнозировали развитие событий в этом отношении, поэтому были готовы. Конечно, жизнь вносит свои корректиры, и мы должны понимать, что на каких-то направлениях нам надо концентрировать особые усилия, мы на них и концентрируемся. В настоящее время это, конечно, разведка. Мы должны знать, что происходит в мире, докладывать руководству страны, принимать решения, в том числе в международной сфере, управленческие, которые соответствуют нашим национальным интересам. Это контрразведка, потому что мы видим, что в отношении нашей страны проводятся недружественные акции. Даже последние моменты связаны с кибербезопасностью, атаки на наши объекты инфраструктуры. Мы точно знаем, что наши противники иностранных спецслужб, политикообразующие круги, знают, кто это осуществляет, какими способами, исполнители, и, к сожалению, мы видим, что меры, несмотря на наличие международного законодательства, не принимаются. Хотя мы, наверное, все помним, к примеру, высказывание отдельных руководителей США о том, что кибератака с территории какого-то государства на США будет расцениваться как боевые действия, как объявление войны. Мы такую ситуацию видим по нашим соседним отдельным государствам. К сожалению, будем тоже думать, как эти меры реализовать и в отношении их принимать. Наши люди в безопасности. Есть, конечно, проблемные аспекты, связанные с украинскими событиями. Есть конкретное поручение главы государства и жесткое требование к Комитету госбезопасности по исставиванию не только наших национальных интересов, но и интересов простых граждан. Люди, как мы понимаем, есть разные. Поэтому, конечно, нашим населением пытаются манипулировать не в наших интересах. Некоторые граждане поддаются вот этим попыткам манипуляции. Некоторые даже с элементами какой-то паники. Есть, мы знаем, люди, которые пытаются выехать за рубеж, переждать, возможно, это время. Я бы так скажу, что вот те мероприятия, которые проводятся нашими СМИ, даются пояснения главой государства по этим вопросам. Они в конечном итоге приводят к тому, что наше население начинает осознавать всю эту ситуацию, которая складывается, ценить мир, спокойствие. То, что, казалось бы, мы привыкли каждый день ощущать, а на самом деле оно дается дорого. И, как мы видим, не всегда у всех получается. Продолжение следует...